Глубоко уважаемые депутаты Государственной Думы, глубоко уважаемые коллеги! В Государственной Думе мы представляем различные политические партии, различные профессиональные группы, регионы, но давайте не будем забывать и всегда помнить, что мы представляем российский народ и интересы российского народа, его настоящее и будущее превыше всех других интересов. Недавно был проведен специальный симпозиум Нобелевских лауреатов в Потсдаме в октябре этого года. Важнейшей проблемой, которая обсуждалась на этом симпозиуме, наряду с указанными мною, была проблема устойчивого развития нашей планеты. И в этой проблеме устойчивого развития нашей планеты важнейшей является проблема так называемого бокала шампанского. Я впервые услышал этот термин на этом симпозиуме. Если мы посмотрим на этот бокал, то вот верхняя его часть, куда наливается шампанское, этот бокал отражает распределение доходов между 10% самой богатой группы населения и 10% самой бедной. Вот в верхней части, куда шампанское и наливается, 87% доходов в мире принадлежит этой 10% группе. А вот в тонкой ножке, которая и поддерживает этот бокал, 10% самых бедных, 1,4% общих доходов. Эта ситуация отражает на самом деле положение между доходами стран золотого миллиарда, высоко развитых стран, и глубокой бедности подавляющего населения остального мира. Сегодня, к сожалению, в мировой прессе иногда и Россию относят к развивающимся странам. И в России известно, что это соотношение 30 к 1, а может быть даже больше. Для того, чтобы это сегодня считается самой главной проблемой устойчивого развития нашей планеты. Чтобы решить эту проблему, нужно разбить бокал шампанского. Это сделать на самом деле очень легко, со стеклянным бокалом. Но это бесконечно трудно сделать в реальной экономике. И это главная задача человечества сегодня. Перед нами стоят очень сложные задачи экономического и социального возрождения России в условиях растущей международной изоляции и открытой антироссийской политики ряда ведущих стран. Когда я получал Нобелевскую премию в 2000 году, BBC проводит обычно круглый стол с новыми лауреатами. И мой сосед слева, профессор Школы мировой экономики Чикагского университета Джеймс Хекман, я потом цитировал его много раз, сказал такие слова. Во второй половине 20 века научно-технический прогресс полностью определялся соревнованиям СССР и США. И очень жаль, что это соревнование закончилось. Я часто цитирую моего любимого великого физика Фредерика Жолио Кюри. В юбилейной лекции в 50-м году он отмечал свое 50-летие, он сказал такие слова, от которых всегда нужно думать. Он сказал, наука необходима для страны. Каждая держава завоевывает свою независимость тем, что нового своего приносит она в общую сокровищницу цивилизации. Если этого не происходит, она подвергается колонизации. 11 октября 2000 года, на следующий день, после того, как объявили о присуждении мне Нобелевской премии, я выступал здесь, в Государственной Думе. И я тогда сказал, я думаю, что самое страшное для нас сегодня, действительно страшное по большому счету, это то, что даже тогда, когда мы сохранили научный потенциал, когда наши лаборатории сохраняют лидерство, наши научные результаты почти не востребованы в нашей собственной стране. К сожалению, справедливость этих слов сохраняется и сегодня. Важнейшая задача, которая стоит перед нами, сделать науку востребованной. Я думаю, что в новой Государственной Думе важно осознать, что мы парламент страны. Я в 1966 году первый раз был в ФРГ, был на заводе «Фольксваген». И я увидел, как рабочий на штамповочном станке ставит металл под штамп, но чтобы включить станок, он обеими руками сзади нажимает на две кнопки сразу. Так он никогда не получит травмы. Вот мы часто в нашей Думе, если пришли предложения от вышестоящих организаций, мы тоже нажимаем эти две кнопки сразу, в то время как мы должны действительно детально обсуждать, решать, какие законы стоит принимать, какие законы у нас лишние. В качестве примера я могу сказать, что Госдумой был принят без обсуждения закон, который превратил в клуб Российскую Академию Наук. Задача Государственной Думы – снова стать парламентом по-настоящему, обсуждающим новые законы и принимающих их независимо от кого они пришли. Авторитет Госдумы мы можем изродить, если действительно станем настоящим парламентом страны. Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую принципу ее главного героя Сани Григорьева – бороться и искать, найти и не сдаваться. Очень важно при этом понимать, за что борешься. Сегодня наша главная цель – сохранение и возрождение нашей страны. Я хочу прочитать по этому поводу очень короткую выдержку из стихов моего любимого поэта Владимира Маяковского. Мне, правда, пришлось изменить одно слово, но я верю, что у нас будет право на такую замену. Я волком бы выиграть бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту. И я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Российского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok